Порядка 200 представителей школ греко-римской борьбы стран Балтии и России в 25-й раз демонстрировали красоты классического стиля на коврах спорткомплекса «Дружба» в Советские. Мемориал-основатель этого вида спорта на Калининградской земле проводится на его малой родине по нескольким причинам, одна из которых – назидание потомкам. «Спортсмен один никогда не сможет достичь каких-то результатов. За каждым спортсменом всегда стоит тренер, учитель и это тот человек, который вкладывает все время, всю душу в этого спортсмена и он направляет. То есть это тренер, это всегда и врач, и психолог, и родитель». Валентин Бабинов воспитал немало чемпионов и просто мастеровитых борцов, был примером и настоящим маяком для местных детей на протяжении долгих лет. Один из его учеников сейчас специально приехал в Советск из Санкт-Петербурга и даже вышел на ковер в возрасте 53-х лет. Сергей Янковский тренировался у Валентина Ивановича с 5-го по 10-й класс, став потом даже чемпионом мира, а учителя запомнил как невероятного организатора и мотиватора. «Дети, юноши поехали, отборолись, заняли места с медалями и у нас не было автобуса, куда уехать. И вот эта динамика солдатская такая военная, и он договорился как-то каким-то образом автобус и ночь у нас привезли в Советск, как он что-то сделал, и мы уже были дома вечером». Внушительная часть медалей осталась за местными борцами, хотя не у всех это были золотые награды. Так, в финале Руслан Алиев, например, не смог оказать противодействия международнику из Новосибирска. Перебравшись в Калининград из республики Коми, Алиев в этом году завершает обучение в техникуме Олимпийского резерва, все равно оставаясь довольно перспективным малым. Но и главное, что он силен не только телом, но и духом. «Неважно, кто выходит, главное, что внутри, а дальше уже поле Всевышнего». Достаточно яркий финал получился в самой тяжелой весовой категории, где с москвичом-классиком зарубился калининградский вольник Александр Васильев. Вообще-то он любит выступать по правилам греко-римской борьбы, сходу называясь десяток успешных турниров. А здесь еще и получился реванш, когда при счете 8-8 ему все-таки удалось побороть соперника и выиграть 12-8. Ну а следом источать удовлетворение от результата. «Предпоследнюю схватку призера России положил на туше. Вот, а так, боролся на своих приемах. Борьба особо не отличается. Ну, отличается только наличием ног, а в основном вся борьба идет в корпусе в тяжелом весе. Дело свое, в общем». Отметим, что это один из самых значимых борцовских турниров региона с богатой историей и большим будущим. «Это не просто спонсоры, которые вкладывают эти деньги. Они поверили, их дети тренируются, они понимают, что за спортом будущее, и то, что они вкладывают в будущее нашей страны, в будущее нашей Калининградской области». Его привлекательность как в гостеприимности организаторов, так и в однодневной формуле с возможностью привести команду борцов разных возрастных и весовых категорий. Таким его знают и уважают далеко за пределами Калининградской области. Калининградская область Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok